МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время на нашем телеканале обзор наиболее заметных событий уходящих 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. И вначале о главных темах выпуска. О малых сёлах никто не забыл. Глава Хакасии посетил деревню в Аскизском районе и обозначил новый фронт работ. Даёшь больше света и тепла. На Абаканской ТЭЦ всё готово к запуску нового энергоблока. Как при этом учитывается вопрос экологии. От правосудия не убежишь. В Черногорске вынесли приговор матери, по чьей вине чуть не погиб её пятимесячный ребёнок. О высокой ответственности депутата перед избирателями разговор пойдёт в нашей еженедельной рубрике «Парламентские вести». Ради этой мечты надо сильно потрудиться. Команда Саяна желает выйти в элитный дивизион отечественного хоккея с мячом. Тренировки уже начались. В Хакасии началось долгожданное строительство перинатального центра. В пятницу глава республики обозначил место будущей стройки. Он будет находиться по улице Крылова рядом со зданием суда. Виктор Зимин забил символический колышек на месте будущей стройки. Деньги на неё идут из федерального бюджета, а оснащение медтехника республика берёт на себя. Общая стоимость центра колоссальна – 3,5 миллиарда рублей. Перинатальный центр хотели построить в Абакане ещё в конце прошлого века. Но тогда стройку, которая также располагалась на улице Крылова, заморозили. А вот вторая попытка должна быть более успешна. Заметим, что строить объект будут не наши, а московские строители. Те, в чьём по сложному списке один из корпусов московской больницы имени Боткина и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС в Санкт-Петербурге. Собственный перинатальный центр для Хакасии имеет огромное значение. Будущие мамы получат самую современную и высокотехнологичную помощь. Кроме того, в республике смогут делать процедуру ЭКО. Программа возрождения малых сёл Хакасии не забыта и даже будет обновлена. Перед тем, как дать символический старт строительству перинатального центра, глава республики, а вместе с ними члены правительства посетили три деревни в Аскисском районе. Из этой поездки министры вернулись с целым букетом поручений, смысл которых сводится к одному. Несмотря на финансовые сложности, помощь малым сёлам должна стать больше. Виктор Лушников был в той поездке и может рассказать о надеждах сельчан. А Лусь-База только что вошёл в республиканскую программу развития малых сёл. Здесь прописано около 130 человек, хотя в реальности живут в половину меньше. Малышка Аима Толмачёва исполнила для гостей песню «Чанара» о родной Аскизской земле. Песня понравилась, и губернатор тут же принял решение о том, чтобы для ребят из малых сёл квотировались места для поступления в национальную гимназию. Поддержка талантливой молодёжи из глубинки станет одним из направлений программы. О том, какая ещё помощь необходима селу, говорили на встрече. Сельчане к ней подготовились, обозначили самые насущные проблемы. Чтобы дорога была хорошая, а то у нас хоть грейдер, хоть что пройдёт, после дождя вот такая дорога, как стиральная доска. Деревне не хватает медпункта. Но нет медпункта в деревне. Счём по программе «Малые сёла», что пробурят воду. Сейчас за питьевой водой приходят к единственной на всё село водонапорной башне. Бак в неё уже ржавый, так что вода невысокого качества. Проблему с водой власти обещали решить. Так же, как и другие вопросы. Уже в этом году возьмутся за ремонт дороги. Она соединяет несколько сёл. ФАП в Усть-Базе новый, но нет фельдшера. На первом этапе договорились, что сюда раз-два в неделю будет приезжать врач из соседнего села. Главный вопрос – аварийная начальная школа. В ней всего четыре ученика, но в селе много малышей. Хотелось бы школу сохранить. Я думаю, если школа есть, значит, село живёт. Если школы не будет, молодые же уедут. Виктор Зимин осмотрел школу. Принято решение выстроить в Усть-Базе учительский дом с несколькими классами и квартирой для педагога. Строить начнут на следующий год. Губернатор подтвердил сельчанам, что республика выполнит свои обязательства по выплатам за содержание дойных коров. В первом полугодии выплачено более 11 миллионов рублей. В планах у властей поддержать финансово тех, кто держит овец и лошадей. Замоточные поголовья им также будут доплачивать. Точная цифра появится ближе к осени. В программу развития малых сёл планируют включить и другие направления поддержки. Сокровенная мечта. Я очень хотел, чтобы наши все деревни заменили кровлю. С ремонтом поможет бюджет. Точной цифры пока нет, но ориентировочно сельчанам компенсируют до 40% затрат на ремонт кровель. Тему поддержки строительства, ремонта домов на селе глава республики продолжил в другом малом селе – Бейка. Неважно, молодой или пожилой будет строиться, всё равно мы пойдём на это и будем компенсировать за строительство жилья, помогать. Чтобы без вас нет жизни нигде. Бейка – село Тупиковое, дальше горы и тайга. Дорога связывает село с районом, но гравийка давно не ремонтируется, в грязь она практически непроходима. Вот у нас самая главная проблема глобальная – вот дороги. Новая дорога появится в Бейке в ближайшее время. Заново проложат 2,5 километра гравийки в самом селе и на подъездах к нему. 6 миллионов рублей на это заложены в республиканском бюджете. Здесь также будет решаться вопрос с питьевой водой. Либо пробурят несколько коллективных скважин на всё село, либо для каждого дома индивидуальную, как это уже начали делать в Алиссыры. Это последний пункт поездки губернатора в Аскийский район. Скважины появятся в каждом огороде до осени, а через два года в Сырах начнётся строительство социокультурного центра, который объединит под одной крышей клуб, начальную школу и ФАП. В Сырах Виктор Зимин остался недоволен работой кураторов села из республиканского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Дорога не отгрейдирована, уличное освещение не ремонтируется. На исправление ситуации губернатор отвёл месяц, иначе руководитель управления может расстаться с должностью. Виктор Лошников, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Деньги в том числе и для возрождения малых сёл с неба не упадут. Их надо зарабатывать. Развитие экономики, причём за счёт собственных ресурсов, вот что сейчас главное для всех регионов. Власти Хакасии давно говорят о развитии транспортного потенциала республики. Речь идёт не только об аэропорте, но и о железной дороге. И это уже не проект, а реальные дела. На железной дороге в районе разъезда Кирба начато строительство вторых путей, что позволит увеличить её пропускную способность на участке Междуреченск-Тайшет. Проще говоря, появится возможность больше вывозить из Хакасии сырья и другой продукции. По окончании работ на данном перегоне сможет проходить 40 пар поездов в сутки против нынешних 30. Проект имеет федеральное значение для развития Сибири и Дальнего Востока. А вот другая грандиозная стройка уже завершилась. На Абаканской ТЭЦ всё готово к запуску нового энергоблока. Его строительство – один из крупнейших проектов последних лет, на который было потрачено более 10 миллиардов рублей. Теперь станция готова увеличить свою мощность на треть и обеспечить новые микрорайоны Абакана светом и теплом. Подробности далее. Здесь ещё наводятся последние штрихи, но в целом новый энергоблок прошёл все испытания и готов к работе. Каждая его составляющая – повод для отдельной гордости энергетиков. Тут и пульт управления европейского уровня, и надёжные системы защиты и энергоснабжения, и очистка от вредных примесей – тоже по последнему слову техники. Вот это грандиозное сооружение, занимающее значительную часть нового энергоблока – французский электрофильтр. Как уверяют энергетики, это самая современная и эффективная установка, которая достигает небывалой степени очистки – 99%. Именно такие фильтры стоят на ТЭЦ в западных странах. Вопрос экологии был одним из первых перед началом строительства. С вводом нового блока мощность ТЭЦ увеличивается на треть. Но это совсем не означает такой же рост вредных выбросов, уверяют специалисты. Мы не ухудшим обстановку в городе Абакане. Абаканская ТЭЦ имеет долю выбросов по всем прочим показателям в городе Абакане равную 1,3%. Все остальное это дает автотранспорт, это дают мелкие котельные, в основном дает автотранспорт. С введением блока на сколько эта цифра увеличится? Она увеличится на 0,2%. То есть будет где-то на уровне 1,5% наша доля. Ну вот считаете это много или мало? Новый энергоблок стал самым масштабным инвестиционным проектом современной истории Абаканская ТЭЦ. На его строительство потрачено 10,5 миллиардов рублей. Прежде всего это необходимо для повышения энергетической безопасности Хакасии, что стало очевидно после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Во-вторых, республиканские власти включили проект в состав так называемой Абакано-Черногорской агломерации, так как для открытия новых производств требуются дополнительные энергоресурсы. Остро нуждается в них и столица Хакасии. Заявки, которые на сегодняшний день мы имеем от города, это прежде всего микрорайон Арбан, который практически, нельзя сказать, что всю, но большую часть мощности этой турбины заберет на себя. Это новые микрорайоны жилищного строительства. Кстати, в связи с расширением мощности на Абаканской ТЭЦ выросло и количество рабочих мест. Уже набрано 80 работников, требуется еще 40. Если все пойдет по плану, торжественный запуск нового энергоблока состоится в начале сентября. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. И еще один немаловажный момент. Как уверяют энергетики, масштабное строительство никак не отражалось и не отразится на тарифах за тепло и горячую воду. Не заботишься о детях, пойдешь в тюрьму. Такой урок получила жительница Черногорска Светлана Боровкова. Вся республика узнала о ней три года назад, когда женщина оставила своих маленьких детей пьяной подруге, а сама ушла на 10 дней. Дети были без ухода, их никто не кормил. В итоге младшая пятимесячная дочь попала в реанимацию. Раскаялась ли мать и какое наказание она заслужила, расскажет Олеся Калиниченко. Светлана Боровкова – мама троих детей. Правда, после преступления, совершенного в 2011 году, против своих малышей ее лишили родительских прав. Говоря сухим языком закона, она ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. По сути, обрекла на голодную смерть двух малышей, закрыв их одних в комнате общежития. Больше всего пострадала полугодовалая девочка. Экспертами было установлено, что несколькими часами и несколькими днями даже ребенок не кормлен был и не поен. Поступила она в больницу в крайне тяжелом, угрожающем для жизни состоянии. И благодаря просто хорошей тактике действий врача, медицинским работникам, ребенок, жизнь ее была спасена. Два с половиной года одному ребенку, второму всего лишь полгодика. Очень тяжело было деткам, они страдали, переживали. Было физическое и психическое страдание у детей. Гособвинение доказывало вину Боровковой по двум статьям. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Настаивали на десяти годах лишения свободы. Суд вынес более лояльное решение. По свободности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Боровковой Светлане Сергеевне наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 2 месяца, собывание наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год. Решением суда прокуратура осталась довольна, но адвокат осужденный намерен обжаловать вердикт. Вы не согласны с приговором? Я не согласна. А почему? Вот скажите. Это уже до того. Оспаривать, скорее всего, будут статью 111-ю – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Якобы Боровкова зла своим малышам не желала и оставила детей на соседку. Между тем, пока шло следствие, а это практически три года, к судьбе сына и дочки Светлана проявила полное равнодушие. Вы знаете, раскаяния у этой женщины я лично не вижу. Она единственная, что, скорее всего, боялась, и что сейчас и произошло, боялась того, что ее лишат свободы. Вот и все. Из зала суда Боровкову в наручниках отправили в СИЗО Абакана. Там она будет ждать, пока приговор вступит в законную силу. Ее малолетних детей взяли в семью. Братик и сестренки теперь есть мама и папа. Олесь Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. События недели. Как депутаты должны работать с избирателями? И следит ли кто-нибудь за тем, как они помогают людям? Об этом далее в наших традиционных парламентских вестях. Юрий Александрович, вот коротко объясните, пожалуйста, как депутат должен работать со своими избирателями? Если депутат желает, чтобы был контакт с избирателями, он, безусловно, должен встречаться. Формы, которые существуют, они самые различные. Одна из форм прямая, понятная, это прием по личным вопросам. Этот человек, может быть, и не видел, ни разу и не слышал, не читал, что там этот депутат на заседании Верховного Совета делает. Но он знает, что депутат имеет полномочия помочь решить какие-то жизненно важные вопросы. Следующая форма, безусловно, он должен встречаться с неким активом, который на любой территории есть. Актив, он формализован. Это общество, например, общество инвалидов, общество ветеранов, это молодежные всевозможные структуры. С ними нужно встречаться, и у каждой из них есть свои проблемы и вопросы, которые также вместе с ними нужно отрабатывать и думать над тем, как их решить. И знаете, что депутат ведь несет две функции. Вот эта функция как раз и есть представитель, он общается с населением. И законодательная. Вот при принятии нормативных актов, при принятии законов, он должен понимать вот это настроение сложностей, вопросов, которые есть в целом в обществе через вот такие встречи. А как часто он должен с ними встречаться и вообще проводить приемы? Ну, законодательно не определена такая норма. Насколько часто? Каждый день, через день или раз в год. При этом, скажем так, мы отслеживаем эту ситуацию, мы видим активный депутат, не очень активный. Жизнь показала, что я могу об этом говорить, потому что я уже в шестой СССР работаю депутатом Верховного Совета на постоянной основе. Я знаю это, что те, кто сегодня решил немножко схалтурить, говорят, меня избрали, у меня там через 4 года или через 3 года там следующий выбор, а пока я могу тут потемнеть, ничего не делать, спрятаться. Вот этих людей не выбираю. Вот вы сказали, что следите за этой ситуацией в целом, как вот эта дисциплина среди наших парламентариев, она на высоком уровне или нет? Почему я об этом спрашиваю? Потому что иногда люди, особенно в селах, не знают, кто их депутат. Ну, я думаю, что вот на настоящий момент практически таких депутатов нету, которых не знают. Степень ответственности, подход вот к этому вопросу, связанным с общением с избирательным, конечно, у всех разное. Это зависит от людей, может быть, от возможности выступить перед коллективом, перед населением, перед избирателями. Не у всех одинаково получается. Кто-то скромничает, но при этом говорит, я вам лучше помогу там чем-то другим. И они их знают, и их благодарят. А есть те, кто не имеет возможности решить какие-то материальные вопросы, но он решает их по-другому, вот через, используя статус депутата Верховного, работая с органами муниципальной и государственной власти, решая конкретные вопросы. Известно, что есть такая форма работы тоже наших парламентариев, это выезды депутатских комиссий в район, да? Да. Какие проблемы удается решить, когда такие комиссии работают уже непосредственно на месте? Ну, я думаю, что это абсолютно понятно, на месте оно виднее. Много таких примеров, когда наши комиссии, комитеты, вот в этом смысле очень активно, комитеты по образованию, например, они выезжают на место, смотрят, в каком состоянии находятся объекты образования, результатом чего является предложение выработанное, либо решить какие-то вопросы, связанные с реконструкцией школы, либо детского садика, либо переоборудование, либо там еще, либо вплоть до предложения кадровых изменений. Такие вещи тоже происходят, где рекомендации даются правительству. Ну, как правило, если уезжает вот такая группа депутатов, комиссия или комитет, мы стараемся, чтобы там были представители правительства, чтобы совместно можно было принимать решения, по сути дела, на месте. И я хочу сказать, что тоже эффективная форма работы. Это Вести Хакасия, события недели. Продолжаем обзор наиболее заметных событий. И сейчас о наших спортсменах. Бывшие игроки клуба «Саян» и «Хакасия» возвращаются в команду, чтобы помочь добиться поставленной задачи – выйти в элитный дивизион российского хоккея с мячом. Спортсмены приезжают даже из Швеции. Тренировки после отпуска возобновились, и ветераны на них работают наравне с молодыми. О новом этапе в жизни «Саяна» Алексей Гончаренко. Подготовка к зимнему сезону начинается с занятий летними видами спорта, такими как футбол и легкоатлетическими упражнениями, тоже из разряда летних. И по-другому никак, если тренировочный процесс по расписанию в июле. Состояние игроков после отпуска тренеры оценивают как удовлетворительное. Тяжелее всех тому, кто за два месяца успел набрать лишний вес. Теперь, чтобы его согнать, приходится работать с дополнительными нагрузками. Предстоящий чемпионат не будет легкой прогулкой, учитывая поставленную задачу выйти из высшей лиги в суперлигу, то есть в класс сильнейших команд страны. Не солидно «Саяном» играть рангом ниже, считает капитан команды. Но для начала нужно будет выйти из группы. Думаю, что можно выйти в финальную часть и там посмотреть, какие там команды, которые тоже планируют выйти в суперлигу. Нужно стремиться восстанавливать, что было раньше, в 80-е годы. Напомню, в минувшем сезоне из группы в финальную часть команда пробиться не смогла. По мнению главного тренера, в финале наверняка будут команды уровнем не ниже, а, вероятно, даже выше, чем абаканский коллектив. Не буду кривить душой, скажу, очень сложно так. То есть такое слово «порядок» бьет мастерство, поэтому, наверное, будет самоотдача, будем работать. Что-то тогда будет какой-то результат. Предстоящий сезон должен стать интереснее для игроков и болельщиков. Две группы «Сибирь и Восток» планируется объединить в одну. То есть расширится география, появятся новые соперники. То ли еще будет, если все же удастся выполнить задачу «Максимум» и выйти в Суперлигу. Но тогда и бюджет клуба придется увеличивать как минимум вдвое. Учредителям необходимо изыскивать источник финансирования, иначе усилия команды будут напрасны, коллектив опять вернется во второй дивизион. Смысл в том, что есть сегодня, знаете, я все время говорю, вот нам бы там денег, и мы бы, наверное, играли. А нам говорят, вы играйте, мы вам дадим денег. Поэтому тут такая круговая, поэтому в этом плане, наверное, надо играть, участвовать, играть правильно, давать какой-то результат. От прошлогоднего состава команды осталась примерно половина коллектива. Средний возраст игроков чуть больше 20 лет. Руководство клуба второй год делает ставку на воспитанников местного хоккея, не покупая игроков других команд, экономя при этом и без того небольшой бюджет, и закладывая фундаментальную основу на будущее. Были игроки, приезжие, с финансами стало чуть сложнее, никого не стало. А свои неподготовленные, которые мы теперь опять поднимаем это все, начинаем с нуля, потому что их бросили, они нигде не играли. То где-то разъезжались, то где-то по другим были городам. Теперь вот мы опять собираем свои люди, они преданные, все равно это дом у них. В Саяны вернулся успевший поиграть в шведском чемпионате Антон Мартынов. Говорит, там команды тоже второго дивизиона, классом все-таки выше российских. Должно быть приобретенный опыт там, пойдет на пользу в Абакане. Там команда по подбору, посильнее, так скажем, уровня игроков. Там как бы в Сфинденде играют ребята в сборной. Чемпионат играется по-другому чуть-чуть, команда играет по-другому. Здесь более скоростное, индивидуально сильнее, там более, так сказать, командная игра. А характеризовать нынешний коллектив можно как сплав молодости и опыта. Вернулся в команду и Алексей Терентьев, хоккеисту в этом году 46 лет. Опытные спортсмены умеют при минимуме движений извлекать максимум пользы. А пока по максимуму, наравне со всеми, без поблажек, выкладываются на тренировках. Следующий этап подготовки Саяны проведут в Абазе. Туда команда выезжает в предстоящий понедельник. И там интенсивность тренировок возрастет в два раза. А далее по графику Красноярск с выходом на искусственный лед Кемерово, где предстоят контрольные игры и первые официальные матчи на Кубок страны. Ну а чемпионат, в котором команда планирует добиться успеха, стартует в середине ноября. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. События недели. Кстати, в нашем архиве сохранились кадры, которые вы больше нигде не увидите. Первая игра Саян как профессиональной команды. Не многие знают, но вначале Саяны были любительской командой, которая выступала за сельское общество «Урожай». После того, как они заняли первое место среди любителей, им дали право выступать в первой лиге профессионального хоккея. Саянам понадобилось всего пять лет, чтобы ворваться в высшую лигу. За небывалую стремительность хакасских спортсменов даже прозвали выскочками. Ну а первая их игра на профессиональном уровне в Абакане состоялась в 1980 году. Кстати, тогда стадион был деревянный и назывался «Строитель». Спустя пять лет его реконструировали, и он стал выглядеть так, каким мы видим его сейчас. Увидеть прошлое всегда интересно, и, возможно, это благодаря людям одной профессии. Они занимаются архивированием кадров, которые привозят корреспонденты со съемок. Именно такой человек стал гостем Анны Ахпашевой в юбилейном проекте ГТРК «Хакассия». Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакассия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Воронцова Надежда Семеновна. Она была администратором киногруппы, занималась монтажом кинопленки и в последние годы работала заведующей фильмотекой. Надежда Семеновна, здравствуйте! Здравствуйте! Надежда Семеновна, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Давайте вспомним, как все начиналось. На телевидение вы пришли в 67-м году. Помните первое впечатление, ощущение, что вы причастны к чему-то такому очень серьезному, глобальному? Да, конечно. Начинала я с апреля 67-го года. Начинала работу свою на радио. И, между прочим, хочу сказать, что тогда вот радио-то было главным. Организация, куда я пришла, устроилась работать, называлась Комитет по радиообещанию и телевидению. Годы шли, телевидение стало уже побеждать, и потом стал называться наш Комитет, Комитет по телевидению и радиообещанию. И в один день все, кто работали в этом Комитете, были уволены из Комитета по радиообещанию и телевидению, и все приняты были в Комитет по телевидению и радиообещанию. Мы знаем, что вы были администратором киногруппы, а кто же вас перевел из радио на телевидение и поручил такую ответственную работу, потому что быть координатором, это без привлечения можно сказать, что от вас зависела слаженная работа операторов, журналистов, вообще новостей и материалов. Это сделал, конечно, председатель, тогда был Марк Нестерич Маслов. Хочу сказать несколько слов о том, что человек был человечный, можно сказать. Если в рабочее время где-то мы встретимся с ним на улице, он сделает вид, что тебя знать не знает, и не знал никогда, и знать не хочет. И вот он, значит, меня направляет туда, в киногруппу. В киногруппу мужчины были там серьезные такие, себе цену знают, их даже где-то побаиваются. Я молодая, Марк Нестерич так на меня смотрит и говорит, вот, ну не знаю, как. Нет, ты справишься, справишься, справишься. Пришла я туда. Встреча она была очень хорошо. Пришла я туда Надей, потому что была молодая, была просто Надя. И замечаю, кто-то приходит, там спрашивает Надю. Мои эти рыцари говорят, какая Надя? Никакой Нади здесь нет. А кто у вас у нас? Надежда Семеновна. Если звонят по телефону, значит, то же самое слышу. Какая Надя? Ну, какую Надю ты спрашиваешь? Вот когда скажешь, что Надежду Семеновну пригласи к телефону, вот тогда поговоришь с ней. Так я стала Надеждой Семеновной. Надежда Семеновна, мы знаем, что у вас просто какая-то уникальная ситуация, связанная с работой, с вашей судьбой. Ведь именно здесь у вас появилась названная сестра. Это так? Да, совершенно верно. Названная сестра, она у меня и сейчас есть, мы дружим. Работали мы вместе и не знали, что мы вот так связаны. И это Альфия Петровна Фисенко. Однажды ее выбрали председателем местного комитета. Тогда профсоюз был, местный комитет. И однажды она приходит ко мне в кабинет и говорит, Надежда Семеновна, а мы с вами, оказывается, родились в один день. Я говорю, я родилась в Минусинске. Она говорит, я тоже в Минусинске. Тогда была жива моя мама. Мы в выходной поехали туда, и вот это я рассказала, и мама мне рассказала, что оказывается... Ну, Минусинский один роддом. Лежали они в одной палате, и кровати стояли рядом. И Альфия Петровна родилась немножко раньше, минут на 40 раньше. Сначала родилась она, а потом родилась я. И с тех пор мы стали названными сестрами, стали мы дружить до сих пор. Ну, это история подтверждения тех слов или того мнения, что гостелерадиокомпания в те времена была настоящей семьей. И здесь работали настоящие родственники. Да, да. По крайней мере, родственные души. И мы жили, как вот, знаете, действительно, как одна семья. Друг другу помогали. С друг с другом... Ну, все было у нас. Но есть ведь еще одна история, расскажите о ней. Связанная уже со школьными годами. Да, это так. Значит, вот было юбилей школы. Я училась, жила в Минусинске, училась в школе номер три. Школа передовая, она и до сих пор такая. И был юбилей, 50-летие школы. Я туда приехала, сижу, смотрю, Володя Кугушев сидит. Потом, когда торжественная часть кончилась, подхожу к нему и спрашиваю, Володя, ты по заданию редакции здесь? А он такой гордый. Нет. Я учился в этой школе, я ее закончил. Стали мы разговаривать. И оказывается, вот знаете, мы в свое время, когда вот в 10 класс мы пошли, мы были такие активные. Мы, прежде чем идти на перекличку, мы пришли к директору школы и попросили нам дать списки первоклассников, кто пойдет в школу, и их адреса. И между собой мы распределили этих ребятишек, и мы приводили. Ну, мамы тут с папами шли рядышком, а мы за ручку приводили этих детей. Я помню, что я мальчика приводила. Мы привели, мы им показали школу, мы все рассказали, что школа передовая, что вот мы сейчас последний год здесь учимся, а вы первые начинаете, мы в ваши руки передаем эту школу, все, что у нас здесь есть, и что бы вы держали на том же уровне. Разговорились. Оказывается, вот этот мальчик, которого я приводила в школу, это, оказывается, Володя Кугушевна. Кто бы мог знать, да? Да, кто бы мог знать. На ГТРК вы проработали почти 30 лет. Да. Это целая жизнь. Да, 67-го года. Заканчивали вы заведующей фильмотекой, по-другому это, можно сказать, архивариус, да? То есть вы были ответственны за сохранение истории, сохранение кадров архива. Это так? Это так. Если кадры, которыми вы особенно дорожите, вот, может быть, наиболее ценные, на ваш взгляд, что вы сохраняли в архив? В архив сохраняли, ну, много чего. Вот, вы знаете, даже сейчас вот так вот сказать, оно все было ценно. Все было ценно. Потому что люди работали, люди же снимали кого? Передовиков, лучших людей. И они к нам приезжали и куда-то там ездили, их снимали и привезли сюда. Надежда Семеновна, завершая нашу беседу, последний вопрос. Подскажите, какими были эти годы? Вот, несколькими словами вы могли бы описать? Да это было счастье, это была радость, это была молодость. Все здесь было. И семья, и вот эта семья, и дети, и дети наших вот работников. Многих знают. Толя Коков. Его отец Георгий Коков был диктором радио, а Толя Коков был потом тоже диктором радио. Эти 30 лет я проработала. Под этой крышей сказать не могу, потому что крыши были разные. Там с наводнением связано по-всякому, по-разному. Но я вот иногда вспоминаю, вот последнее время анализирую. И вы знаете, не могу вспомнить случай, чтобы на меня кто-то когда-то повысил голос. Но я также могу вспомнить случай, чтобы я на кого-то когда-то повысила голос. Вот такое взаимопонимание было прекрасное. Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо. Поделились своими эмоциями, воспоминаниями. Сегодня они особенно ценные. Гостелерадиокомпания Хакасия, 55 лет, это целая жизнь. Да, это целая жизнь. И моя жизнь тоже, можно сказать, целая. 30 лет, это ведь не просто так. Спасибо еще раз. Сегодня с Воронцовой Надеждой Семеновной мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся. Юбилейный год для ГТРК Хакасия особо еще и потому, что мы принимаем Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Он проводится Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией при поддержке правительства Хакасии. Как раскрыть культуру другого народа, ее ценность и красоту, чтобы это было интересно каждому зрителю и слушателю? Вопрос непростой. В поисках ответа на него три года назад был организован фестиваль «Голос Евразии». Он призван выявить лучшие журналистские работы из регионов. В конкурсе будет участвовать 200 с лишним работ и более 50 телекомпаний, в том числе и из нашей республики. Для ГТРК Хакасия, у которой единственное в нашем регионе есть национальное вещание, проведение такого форума, во-первых, крайне почетная и ответственная миссия, во-вторых, возможность обмена опытом с коллегами из других регионов. Кто из журналистов станет лучшим, узнаем на следующей неделе. А наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok